Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава послания к Галатам, библейский портал экзегет. Я, Андрей Диснейский, читаю свой перевод с небольшими комментариями. В первой главе Павел очень нескромно, между прочим, заявляет, что он непосредственно от Христа принял свое откровение, и им же был поставлен в апостолы, а не от людей он получил это звание и эту проповедь. И особо он оговаривает свои отношения с иудейскими христианами, христианами вокруг Иерусалима, говоря, что не был им лично знаком. Но странствовал по другим провинциям Римской империи, в Сирии, в Киликии, то есть территории современной Сирийской и Турецкой республик. Ну и во второй главе он продолжает развивать эту тему. Через 14 лет после своего обращения по дороге в Дамаск я снова отправился в Иерусалим, а может быть, через 14 лет после первого прихода, точно не знаем, но это сейчас не очень важно. В общем, прошло много времени. Я снова отправился в Иерусалим вместе с Варнавой, а еще я взял Тита. Но это его знаменитые спутники, очень много о них говорится в книге Деяний. Титу отдельное послание обращено. Вот, и, соответственно, это его ближайшие помощники. Он, конечно, не один был. Я отправился туда, получив откровения, и сообщил им, а в особенности самым славным из них, какое Евангелие я возвещаю среди язычников, не впустую ли я совершаю или совершал свой забег. Здесь у него спортивная метафора. Для нас спорт, ну, что-то малосовместимое с духовной жизнью. И, конечно, футбол, Олимпиады, все здорово, можно посмотреть по телевизору. Но при чем здесь духовность? А для Павла, поскольку спорт и тогда был популярен, нет слишком низких метафор. Вот спортсмен, который бегает на стадионе, может, он просто так бегает, когда соревнования объявили, надо пробежать хорошо, а если вот просто так прийти и начать носиться кругами по стадиону, какой смысл? И здесь он описывает ситуацию. Он приходит в Иерусалим, чтобы посоветоваться с тамошними христианами. В чем суть и смысл его проповеди среди язычников, то есть не иудеев? Какие разногласия? Да вот сразу будет упомянуто. Вот и Титома, его спутника, хоть он и был эллином, там не принуждали к обрезанию. А Тит, действительно, он иудей лично половина по происхождению, очевидно, не был обрезан. Обрезание – это знак, который еще от Авраама отличает израильский народ, и который сегодня совершают иудеи. Кстати, мусульмане тоже. Ну, они, естественно, еще в I веке не существуют. Вот. Но смысл в чем? Что Тит помогает Павлу проповедовать Христа сам, не будучи обрезан, не будучи израильтянином. И, собственно, Тит – это вот такой первый пример будущей церкви, которая состоит из евреев и язычников. Ну, язычников по происхождению, конечно, а не по вероисповеданию. И они там соединяются вместе, причем закон, ветхозаветный закон, обрезание – одна из важнейших его деталей, внешняя, конечно, хорошо заметная, по крайней мере, она не нужна больше, вот эта деталь, да, потому что закон уже не разделяет их, как разделял, отделял Израиль от остальных народов до того. И он говорит, они не заставляли Тит обрезаться, то есть тамошние христиане, в принципе, согласились с таким подходом. Но причем здесь галаты, галаты – не евреи, точно, мы это уже выяснили в прошлый раз, они кельты, да, они живут в властях Малайзии, и не евреи никак. Значит, как-то для них стало это вдруг актуальным. Это к вам вкрались некоторые лжебратья, они пришли подсматривать за свободой, которая нам дана во Христе, желая нас поработить. Но мы ничуть им не поддались и не подчинились, берегая евангельскую истину для вас. Лжебратья, которые подкрались подсматривать за свободой. Вообще Павел апостол свободы, он говорит о том, что все эти деления, евреи, язычники, иудеи, они не важны, что христианство – это прежде всего свобода. А вот люди пришли подсматривать, да, подсматривать буквально за тем, кто обрезан, кто не обрезан, и одновременно подсматривать, вот, а как вот вы, вы делаете это или не делаете? Ой, вы не делаете, как это плохо. Вот это то, что порабощает человека, да, когда кто-то приходит и начинает твою свободу ограничивать. А люди, которых почитали важными, впрочем, какими они были, мне нет разницы, ведь Бог не взирает на человеческие лица. Так вот, эти люди на меня ничего лишнего не возложили. Важные люди, с ними был знаком. Интересно, кого он имеет в виду? Ну, он упоминает апостолов, и в частности Петра, как, в общем-то, их такого неформального главу. И Якова, брата Господнего, главного, наверное, человека в Иерусалимской общине, и он даже не называет их, чтобы, ну, вот как раз не играть авторитетами, он отказывается это делать. Он говорит, вот, уважаемые люди, но это не важно, уважает их Бог, а уважает он всех, да, а не только каких-то особых людей. Они на меня ничего лишнего не возложили. То есть, Евангелия достаточно. Проповедуешь его, правильно делаешь. И вот Павел, который в первой главе говорит, от людей я не принял Евангелие, принял его от Бога, здесь во второй уточняет, что людей тоже какое-то одобрение от Иерусалимской общины было. Напротив, они увидели, мне доверено проповедовать Евангелие необрезанным, как Петру обрезанным. Да, вот Петр среди иудеев, а Павел, соответственно, среди язычников. И тот, кто действует в апостольском служении Петра среди обрезанных, действует и через меня среди язычников. Ну, очевидно, имеется в виду Бог, который и Петра, и Павла, собственно говоря, вдохновляет и приносит результат их проповеди. Иаков, Кифа и Иоанн, которые считаются столпами, убедились, какая мне дана благодать, и протянули нам сварновой руку в знак общения. Мы для язычников, а не для обрезанных. И лишь просили помнить о нищих, что я старательно исполнял. О чем это? Ну, очевидно, что здесь как раз Петр и Иоанн, и Иаков, такие самые авторитетные люди среди христиан, согласились с таким подходом, распределили сферу деятельности, да, просили помнить о нищих. Ну, вероятно, это сбор средств для Иерусалимской общины, которая бедствовала и которая нуждалась в том, чтобы получить какие-то средства от других общин. И Павел собирал эти средства. Мы, кстати, читали во втором послании к Коринфянам, очень подробно это разбираю. Когда Петр пришел в Антиохию, я в лицо сказал ему, в чем он был повинен. Пока не пришли некоторые люди от Иакова, он ел вместе с уверовавшими из числа язычников. А когда те пришли, отказался и отделился от них из опасений перед обрезанными. К этому лицемерию присоединились и другие из числа иудеев, и даже Варнава он избил из пути. Но о чем идет речь, мы толком не знаем, потому что этот эпизод не описан больше нигде. Есть в книге Деяний 10 и 11 главы что-то похожее. Но вот смотрите, христианство все-таки началось среди иудеев, израильтян, которые соблюдали Моисеев закон, и Христос тоже не отказывался от этого закона. Но когда в церковь приходит значительное число язычников, не евреев, встает вопрос, обязаны ли они его соблюдать. И вот, судя по описанию Павла, Петр сначала считал, что нет, а потом, когда пришли некие другие люди из Иерусалима, от Якова, то, ну, чтобы никого не смущать, чтобы не подавать повода, он решил все-таки соблюдать. И это означало отказ от совместных трапез с бывшими язычниками. Потому что у них же там подают, например, свинину или еще какие-нибудь блюда, которые нарушают запреты Ветхого Завета, пищевые запреты, сегодня называют словом кашрут. Вот, поэтому нельзя. И Павел говорит, нет, если можно, значит, можно всегда. Значит, не нужно никого слушать. Но тут вот такой конфликт между Петром и Павлом, апостолами. Нормально. Церковь не означает абсолютного согласия по всем пунктам. И я, видя, что они отошли от евангельской истины, сказал Петру в присутствии всех, ты сам родом иудей, но живешь не по-иудейски. Зачем же ты принуждаешь иудействовать тех, кто из язычников? То есть, зачем ты налагаешь вот это вот бремя закона Ветхого Завета на тех, кто ему никогда не был подвластен, если ты сам уже перешел в какое-то другое качество? Ну, и дальше он, как обычно, про себя скажет. Он любит это делать. По крайней мере, в послании к Галатам все время делают. Мы сами по происхождению иудеи, они грешники из числа язычников, но мы знаем, что не соблюдение закона делает человека праведником, а только вера Иисуса Христа. Ну, или можно перевести вера в Иисуса Христа. Это его важнейший пункт, что соблюдение закона спасение не приносит, но спасение человек получает благодаря вере. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы праведниками нас делала вера Христова, а не соблюдение закона. Ведь соблюдением закона не достигнет праведности никакая плоть. Это его основная тезис, послание к римлянам, он очень подробно это разбирает. Здесь он уже об этом говорит, как о чем-то устоявшемся, галаты об этом наверняка знают. Но все-таки он еще раз уточнит, если мы ищем праведности во Христе, а сами оказываемся грешниками, что же тогда, Христос служитель греха, да не будет. Здесь он кратко пересказывает свою аргументацию из послания к римлянам. То есть получается, что вот это соблюдение закона, которое неизбежно приводит к греховности человека, потому что какие-то положения закона нарушаются, и вот если мы думаем, что соблюдая закон мы спасены, тогда мы наоборот себя делаем грешниками, обвиняя себя в том, что что-то мы не соблюди. И тогда получается, что Христос только для этого пришел, чтобы нас грешниками выставить. Да не будет. Если я вернулся к тому, от чего прежде отказался, я поставил себя в положение преступника. Да, вот, ну потому что ни один человек, как тот же самый Павел говорил, особенно в римлянах, не может соблюсти все положения закона. Где-то он что-то упустит, где-то в чем-то окажется виноват. И значит, преступник. Ведь я по закону умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распят вместе с Христом. И живу уже не я, это Христос живет во мне. Вот принцип не то, что все дозволено, никаких запретов не существует, но живу не для закона, а живу для Христа, потому что и умер вместе с Ним. Он умер на кресте за наши грехи, и Павел говорит, а я умер вместе с Ним для того, чтобы уже закон не имел надо мной никакой власти, а значит, и оживаю вместе с Ним. Если я и живу пока воплоти, то есть физически живу, то живу лишь верой в Сына Божьего, который возлюбил меня и предал себя на смерть ради меня. Не отвергну я Божьей благодать, ведь если праведность достигается путем закона, то Христос умер напрасно. Вот его аргументация та же, что и в римлянах. Если можно соблюсти закон и оказаться праведником, зачем нам Христос? И без Него прекрасно справимся. Если мы к этому возвращаемся, мы отказываемся от Евангелия, мы говорим Христу, ты зря пришел, у нас и без тебя получалось. Ну, а в третьей главе он будет развивать эту аргументацию.